Храмы, освященные в честь Матери Божией, особо отмечают все богородичные праздники. Омский кафедральный собор освящен в честь Успения Пречистой Девы. Однако в день ее Рождества там также прошла праздничная служба. Литургию возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Накануне вечером его высокопреосвященство возглавил всеночное бдение в храме Рождества Пресвятой Богородицы, построенном семь лет назад по инициативе сотрудников научно-производственного объединения «Мир». Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии – это драматичная история последних лет жизни бездетной пожилой супружеской пары Иакима и Анны, принадлежавшей к мессианскому роду царя Давида, не догадывавшихся, что у них родится дочь, призванная стать Богородицей и явить миру в образе человеческого естества сына Божия. Да, как жертву заступится наша матушка, конечно. Она нам и спасителя родила. Ну, во всех делах, в принципе. Как только помолишься матушке, так вот и скорая помощь идет. Я считаю, что она помогает мне. После литургии в Успенском кафедральном соборе митрополит Владимир рассказал о великом значении праздника, изменившего ход истории. С Рождества Пресвятой Богородицы – начало спасения рода человеческого, начало спасения мира. А потом, если бы не родилась Пресвятая Божия, значит, не родился и Христос, потому что она была избранница Божия, и через нее должен был прийти в мир Христос. С рождением Божьей Матери началось преодоление разрыва между Богом и человеком, существовавшее с момента грехопадения. Богородица стала мостом между небом и землей, престолом Бога, дверью Боговоплощения, распахнувшейся в небо, и началом нашего спасения. Продолжение следует...